МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ждем ваши фотографии до 11 декабря в нашем сообществе ВКонтакте. Делаем телевидение вместе. Наполним эфир любовью. Вот именно эти сюжеты вы видели на протяжении практически двух месяцев на ваших телевизионных экранах достаточно часто. И Михаил Серков там был, и Наташа Бышаримова, и Седа Каспарова, и Андрей Шуляк, наши уважаемые коллеги, которые призывали... ...четыре рубрики, в которые мы призывали действительно присылать максимальное количество ваших фотографий. Фотографии огромнейшее количество. Пришло порядка двух тысяч, по-моему, фотографий всего. Ну вот самое главное, о чем хотелось бы сейчас сказать. Знаете, что самое главное? Что до 11 декабря принимались фотографии, и 14 декабря, то есть сегодня, в этот день, мы готовы прямо сейчас здесь, в студии Ранёхонька, назвать имена четырёх счастливчиков, которые получат главные обещанные подарки, это планшеты. И приветствуем в нашей студии нашего коллегу Николая Команцева, который нам поможет провести розыгрыш. Коля, доброго утра! Здравствуйте! Доброе утро! Вопрос, который мы должны задать обычно, да, традиционно? Как просыпаешься? Да, просыпаешься? Это что было сейчас? Как начинается ваш день? Отлично! Обычно в 4 утра. Это лёгкое издевательство, Коля. Коля немец. Понятно, что все в волнении, все, естественно, переживают, и ты в том числе, как, кстати, по ту сторону от стола. Вот скажу, что достаточно необычно. Необычно? Да, когда у тебя берут интервью, или ты гость какого-то ТВ-шоу, то как-то так... Волнуешься? Ну да, так как он... Хорошо, Коля, ну расскажи тогда вот о великолепной четвёрке, всё-таки ты вплотную ею занимался. Это фотографии. Вот лично тебе, персонально, какая рубрика больше понравилась? Какие фотографии больше понравились? Понятно, что итоги были подведены членами нашей редакционной коллегии, это большой состав человек. Но вот персонально тебе больше снимки какие привлекли? Наш питомец? Нет. Несмотря на то, что вот как бы этот фотоальбом, он самый такой большой, самый ёмкий, то мне больше всего понравилось, конечно, это наш малыш. Наш малыш. Дети восхищают. Дети, да, дети умиляют. Я боюсь повториться, поэтому я не буду сейчас говорить, что с тобой происходит. То, что происходит с Наташей по причине пересмотра фотографий. А, нет, я плачу. Он хотел сказать, что ты тоже ставишь, уже. Просто малыши уже смотрят. Ему кажется, что он молод, понимаешь? Пока ещё, да. Кость, я тебе хочу сказать, что ты тоже скоро будешь тут. Да. Или там. В клубе Комуза? Ну, а вообще, оно очень умиляет, друзья. Все фотографии, присланные нам в группу ВКонтакте Ранёхонько, они все очень трогательны, они все очень восхищают. И отношение, ощущение любви, которое вложено в эту фотографию, в каждую из присланных фотографий, оно чувствуется даже через электронное, скажем так, общество. Знаешь, почему я понял, что Наташа, любимая рубрика «Наш малыш»? Почему? Потому что у неё сапоги «Прощай молодость». Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Наташа, они... Ты долго, долго, долго. Голя, спаси меня просто. Идём, идём уже ко мне сюда. Нет, ты знаешь, меня у меня ответственная миссия. Так, я вам раздала, пожалуйста, конверты и фотографии. Мы сейчас проведём первый розыгрыш в номинации «Наш питомец», Миша. Ну, совершенно верно. И эта рубрика мне понравилась больше всего. Именно поэтому у меня сапоги «Прощай молодость». Уважаемые коллеги, давайте вначале объясним, как мы это всё будем проводить. То есть у нас есть... Вообще на конкурс прислали 2134 фотографии. Кстати, «Наш питомец» 881 фото. Прекрасно. То есть вы представляете, что было здесь поздно, так скажем, в пятницу. Да мы видели, что он там печеньки лежал, спят люди. Все редакторы, которые собирали, просто у них вот так вот улыбочки. Няша-няша. Смех смехом, но мы решили, каким образом провести розыгрыш. То есть мы отобрали в каждом фотоальбоме по 10 фотографий. Самых лучших. Ну, самых лучших, на наш взгляд. По мнению, да. Да, по мнению жюри. И сейчас, собственно говоря, мы отдадим розыгрыш. Из 10 номинантов, полуфиналистов, мы уже, точнее финалистов, мы выберем того, кто получит план. Причем ни Миша, ни Наташа, ни Костя, ни я, мы никакого отношения к этим конвертам не будем иметь. У нас есть вот, так мы называемый, лопатрон. Да, и сейчас будем просто проверять, насколько вы удачливы. Удачливы, успешны. Для начала, я так думаю, мы посмотрим, кто же стал 10 счастливчиками в той самой рубрике «Наш питомец». Сначала смотрим на десятку лучших, а потом разыгрываем. А потом, хорошо. Мы смотрим сюжет сейчас? Да, предлагаю посмотреть на 10 лучших финалистов, 10 самых няшных фотографий в рубрике «Наш питомец». Открывает номинацию Лилия Ейникова и ее питомец «Снегирь». Снегиренка нашли с подбитым крылом, выходили и отпустили. Лилия удивилась тому, что снегири могут быть такими ручными. Думаем, комментарий излишний. На фото с осликом Аня хорошая. Ослица плюшевая милаха иногда просится на ручки, забывая, что поправилась килограмм на 100. А здесь Аня с персиком. Внешность и габариты обманчивые. Нежнее котенка вы не найдете. Он безумно любит обнимашки, а за сахар готов душу продать. Умеет отвечать «да» и «нет». Следующий претендент Ирина Богуш. Питомцев у нее хоть отбавляй. На этом фото Бильба еще малыш. Но прошло время и Бильба вырос. Самое нежное чувство к нему испытывают все члены семьи. Вот такая милейшая из фотографий. Влад Колтовой безмерно рад, что у него есть кошка Соня, которая любит спать в необычных местах и позах. При желании залезает в любую емкость, накрытую крышкой и спит там. В борьбу вступает Анастасия Шила с фотографией котенка Лео. Здесь он размышляет, какие три желания ему загадать. Юлия Горбачева поселила морскую свинку в кукольном домике, а зовут эту симпатягу Нюша. Анастасия Мельник прислала снимки любимого пса Амура. А пишет так. Этот пес для меня все. Зовут его Амур, что в переводе с итальянского «Любовь». Недавно я очень грустила, и он подошел и начал успокаивать меня, слизывая мои слезы. Я от людей не получила такой поддержки, как от него. И знаете что? Лучше собаки друга не бывает. Ольга Минакова представляет снимок «Наша дружная семья». Пятая семья. Котята не лишены слуха и голоса, любимая. Нота «Мяу». Спящие малыши очаруют кого угодно. После сытного завтрака семейство сфотографировала Татьяна Князева-Кузьмич. Кирилл Ященко презентует фотографию «Наши маленькие питомцы». Малыши как на подбор хороши. Потрясающе, отличные снимки. Я восхищена. Честно, это была моя любимая рубрика. Ну а сейчас мы на ваших глазах, друзья, вкладываем вот в эти пустые конверты фотографии номинантов в рубрике «Наш питомец». Я еще раз напомню. Лилия Еникова, Аня Хорошая, Ирина Богуш. Вкладывайте, вкладывайте, что вы сидите. У меня вопрос, заклеивать конверты такие или нет? Влад Колтовой, Анастасия Шила, Юлия Горбачева, Анастасия Мельник, Ольга Минакова, Татьяна Князева-Кузьмич и Кирилл Ященко. Ну, в таком случае вот Анастасия Мельник отправляется прямо сейчас. Вот она. Мне, вот кто фотография была этих безумно красивых котят в корзиночке? По-моему, это была Ольга Минакова. Ой, Кирилл Ященко, прекрасно. Мне очень повезло. Это у меня здесь две кошки. Одна из них под сковородкой, а другой маленький котенок смотрит за рыбкой. И морская свинка. Я их кладу. А у меня лайки. Лайки. Кирилл Ященко. Много лайков. Лайки или хаски. Много лайков. Лайки в Инстаграме, а хаски... Ну, вот здесь у меня Кирилл Ященко. Его работа. Да. Потрясающие собаки. Но говорят, нужно быть очень активным. Дома на диване посидеть не удастся. Если у вас есть хаски. А тем более, если вы еще и занимаетесь их разведением. Собаки вообще уникальные существа. Так, Костя справился. Миша справился. Анастасия Шила. Не Миша. Анастасия Шила. Будешь жениться, не выходи замуж за парня с фамилией Мыла. Чтобы не променять фамилию Шила, на Мыла. Мне кажется, он все выгодные и Петрусяна пересматривает. Ну что, передавайте, наверное, передавайте мне конверты. Что? Ты как старик Катабыч. Там же твоей-то нет. Ну, ты животных-то не любишь. Вот. И сейчас давайте мы... Так. Фортуну сейчас позовем. Да. Сейчас все должны скрестить пальцем наши финалисты. Значит, здесь 10 конвертов. Я в первом волне не пребываю. Вы волнуетесь. А каково мне? А каково всем, кто... А каково вот огромные, в общем, крутят, как хотят. У него голова кружится, да. Каково вот всем тем 10 номинатам? Ну что, крутим. Вертим. Крутим. Крутил, погадал. Я рукой еще перемешаю. Причем, обратите внимание, конверты, они не подписаны, они не пронумерованы. Они не закрыты. Они все на одно лицо. В обратную сторону давайте. Ну хорошо. Все, давайте, наверное... Закройте, Коля. Так, барабанная дробь. Говорите фамилию, мы сразу... Как вы думаете, кто? Я не думаю. Я думаю, победитель. Один из визитов. Абсолютно. Нет, ну я бы хотел, конечно, чтобы Хаски победили Кирилл Ященко, но сейчас узнаем, так ли это. Итак, уважаемые, я достаю и смотрите. Аня хорошая. Аня хорошая. Аня хорошая. Она хорошая. Вам достается фланшет. Вы выиграли. А, это ослица, которая плюшевая милаха. О, это ослица плюшевая милаха. Потрясающе. Еще, уважаемые коллеги, значит, Аня, хотелось бы, чтобы... Это не вкладывай, давай уже... Я просто волнуюсь. Аня хорошая, хорошая, хорошая Аня. Держите, ребят. Мы приглашаем вас завтра сюда, в студию, программа Ранюхенко для того, чтобы вручить здесь, в торжественной обстановке, один из планшетов. А с лицом можно не брать. Ну почему? Если есть возможность, то пожалуйста. Итак, Анна, мы с вами свяжемся. Ну а коллеги, вам слово. Я буду... Так, спасибо огромное. Анечка, мы вас поздравляем и с удовольствием вам вручим подарок, ваш заслуженный. Мы продолжаем. У нас розыгрыш акции «Великолепная четверка», которую мы продолжаем здесь, на ваших глазах, дорогие наши зрители. У нас уже один победитель определен. Это Аня хорошая в рубрике «Наш питомец». Сейчас мы уверенно подходим к рубрике «Наша спортивная семья». Коль, что касается этой рубрики, я помню, когда наблюдала эфиры наших коллег, Вранехонька здесь все говорили о том, что меньше всего фотографий. Я помню даже, когда Татьяна Ларина сказала, что меньше всего фотографий, а значит шансы увеличиваются. Вот после того, как это было сказано, увеличилось количество снимков? Ну, так скажем, в общей массе, ну не совсем. То есть, почему-то наша спортивная семья, она как-то в хвосте. Да я объясню. Всего лишь 243 работы нам прислало, и мне возникает вопрос. Может быть, нам надо ранехонько какую-нибудь акцию провести спортивную, чтобы привить любовь? В спортивной семье должно быть количество человек, от двух минимум. Так, питомца сфоткал и все. А в спортивной семье надо где-то что-то сделать. Большое количество человек, это тяжелее, это самый тяжелый труд из всех. Это одна из самых сложных, можно сказать, фоторомотных у тебя семейных фотографий, в принципе, в альбоме вот в своем персональном много, когда ты, жена и сын, а еще и в спорте. Честно, вот честно скажу, что, наверное... Если вы езжаете, например, на лыжах покататься, то вы все на лыжах, вы все без средств. Это, наверное, правильно. Поэтому практически героями являются те, кто прислал фотографии в рубрике «Наша спортивная семья». И мы, друзья, готовы сейчас познакомиться с финалистами, с десяткой лучших фоторабот, которые были выбраться, созданы членами нашей редакционной коллегии, членами жюри акции конкурса «Великолепная четверка». Давайте посмотрим. Дружным лыжным забегом открывают номинацию «Погирские». Фотографии прислала Катя Погирская. Вот так весело семья Кати проводит выходные зимой. Как же приятно прокатиться на лыжах по заснеженному лесу в компании любимых братиков и родителей. Грицевы – отец и сын. Андрей Грицев рассказал, что такие тренировки всегда запоминаются. В борьбу за главный приз вступают Зайцевы. У каждого из нас в жизни бывают взлеты и падения. Но не стоит отчаиваться. Главное, чтобы в жизни был тот, кто поможет подняться, написала Алена Зайцева. А это фото прислала Анастасия Браченя. Подпись такая. Хочу поделиться своей первой семейной, да еще и спортивной фотографией. Даже в такой важный для нас день мы не забыли про футбольную команду «Днепр Могилев». Мама, папа, я – спортивная семья. Укружские всей семьей участвовали в Портландии. А теперь вышли в финал нашего конкурса. Фотографию в группу «Ранехонька» выложила Яна Укружская. Гордость Могилевщины Екатерина Островская и ее дедушка Николай Горлачев. Внучка и дедушка стали чемпионами мира по гиревому спорту. Чемпионат проходил в Гродно. Спасибо Роману Островскому, который рассказал об этом и вышел в финал. Шалакова Анна впервые попробовала рафтинг. И это было незабываемо. Море эмоций и адреналина. То ли еще будет Анна в списке претендентов на победу. Елена Федоровна рассказала, что спортивной семьей для нее на протяжении многих лет был первый выпускной класс. Она поделилась с «Ранехонько» фотографиями своих спортивных воспитанников. Здоровый образ жизни помог пройти в финал номинации семье Хатянович. На снимке спортивный комплекс «Торпеда», лыжероллерная трасса. Папа, мама, я – спортивная семья. Значит, дружная семья и здоровая семья. Без движения ни дня. Папа, мама, я. Алена Мороз любит кататься на роликах со своими мальчиками. Алена – это правильно. Здоровый образ жизни объединяет дружную семью. Ну что ж, вот вы и познакомились с претендентами на победу в номинации «Наша спортивная семья». Я еще раз перечислю все эти фамилии, пока мои коллеги вкладывают. Давай, давай я начну. У меня первое трое как раз. Да, пожалуйста. Это Катя Пагирская, Андрей Грицев и Алена Зайцева. Лыжники, хоккеисты и санкисты, если вы хотите. А у меня, кстати говоря, вот здесь вот фамилии тех, кто мне в большей степени понравился. Анастасия Браченя. Вот как-то мне нравится, когда одна женщина в составе футбольной сборной смотрится великолепно, тем более она еще и в свадебном платье. Яна Укружская и Роман Островский. Очень интересная история о том, как дедушка привил любовь к биревому спорту, а ребенок стал победителем, причем какого-то европейского там турнира. Сейчас точно не скажу, но это действительно восхищает. Я думаю, что мы в будущем узнаем лично от наших героев. Мы их планируем пригласить. Кого вы там засовываете, скажите, в конверт? У меня Алена Мороз. Алена Мороз. Хорошо, у меня здесь семья Хатяновича, Елена Федоровна почему-то вот без фамилии и Анна Шалакова. Так, отправляем все сейчас на это дело. Так, мы вкладываем в конверты. А я готов. Обратите еще раз внимание, я хочу показать, конверт он не пронумерован никак. То есть мы не знаем, что здесь... Конверты пусты, конверты не пронумерованы, конверты абсолютно новые. Буквально новые. Мы сразу, конечно, хотели из программы поздравлений взять конверты. Но все-таки чего пропадать добру? Они пахнут полиграфской краской, да. У меня селедки пахнут почему-то, не знаю. Мы отдаем конверты. Подождите, никому не отдавайте еще. Константин, я... Вы в нашей спортивной... Вам на почте работать нельзя. Я... Почему на почте так поздно посылки приходит? Это вот... Я просто проверяю, чтобы там не было двойного дна. Пожалуйста, пожалуйста. Конечно, в конверте. Спасибо. Еще раз, пока Николай забрасывает фотографии, забрасывает имена претендентов на победу в наш лототрон... Коля забросил спорт. Я еще раз перечисляю фамилии... Слушайте барабан. Еще раз перечисляю фамилии. Катя Пагирская, Андрей Грицев, Алена Зайцева, Анастасия Браченя, Яна Укружская, Роман Островский, Анна Шалакова, Елена Федоровна, семья Хотянович, Алена Мороз. Кто же из этих претендентов получит в абсолютно случайном порядке очередной наш планшет в рамках акции «Великолепная четверка» мы узнаем прямо сейчас, мы опять в полнении. За твои кулачки люди сжимают кулачки. Сейчас, секундочку. Вот этот конверт почему-то мне понравился больше, не знаю чем. Давай. Ну-ка. И сейчас мы узнаем имя победителя в рубрике «Наша спортивная семья». И здесь. Коля, ну не томи, пожалуйста. Семья. Семья. Хотянович. Семья Хотянович. Мы поздравляем. Это лыжероллерная трасса. Это лыжероллерная трасса. Папа, мама, сын. То, что нам понравилось тоже. Так. Семья Хотянович. Да, это лыжероллерная трасса. Мама, папа, я спортивная семья. Давайте мы вот укладываем сюда. Покатались на торпедо, сфотографировались, пристали к нам. И на чем планшете. Получите планшет. Теперь у вас будет навигатор в планшете, можете дальше торпедо отъезжать. Очередного победителя сердечно поздравляем. Семья Хотянович явилась победителем в номинации «Наша спортивная семья» акции «Великолепная четверка». Ощущение детства и радости, оно присутствует и у нас, Вранехонько в том числе, потому что мы уверенными темпами подошли к претендентам в рубрике «Великолепная акция «Великолепная четверка», которая называется «Наш малыш». Предлагаем прямо сейчас познакомиться с теми, кто с той десяткой финалистов, которую выбрала наша авторитетная редакционная жюри, целая художественная коллегия, которая трудилась все выходные над тем, чтобы выбрать десятку лучших. Вот мы сейчас с этой десяткой и познакомимся. Открывает список претендентов Алена Васильева с фотографией «Сынулька». Спит родной сынулька сладенько в кроватке. Спи мой ангелочек, сон пусть будет ярким. Ирина Зверькова и Ванюша. Малышу два года. Мечтает быть летчиком. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота. Ольга Толкачева с фотографией «Наши девочки». Это все сестрички. Зовут их Рената, Каролина, Алифтина и Эльвира. На выходных они гостят у дедушки в деревне. Любят веселиться, играть. Очень красиво поют и танцуют. Одним словом подрастают белорусские артистки. Следующий претендент Екатерина Быкова-Хасма. На снимке Максим Сергеевич, который помогает бабушке в деревне. На этом снимке он впервые стоит без чьей-либо помощи или поддержки. Марина Солодовникова прислала фото дочери Лилии. Малышке пять лет. Она очень жизнерадостная девочка. Во всем помогает маме. Все тепло и любовь в одном фото от Ларисы Старовойтовой. Это Матвей и Алиса. Знаешь, как тебе я рад. Ничего не бойся. Я теперь твой старший брат. Ты не беспокойся. Любовь Овсянкина назвала этот снимок сыновья. У меня три сына, три надежды, три оттенка счастья у меня. Трижды ярче для меня рассветы и втройне прекраснее земля. Продолжает номинацию Елена Сомова. На фото Надюша, мамин ангелочек. Я безумно люблю ее, написала Елена. Второй-второй. Я первый. Прием. Так ждал Кирюшка своего младшего братика. Фотографию для семейного альбома сохранила Светлана Остюкевич. И стала претендентом на победу. Улыбка Владика согреет любое сердце. Это наш улыбашка. Подписала фото Татьяна Кудрявцева. Товарищи, мне срочно нужен валидол. Я не могу. У меня одно из двух. Или валидол, или... Ирина Борисовна, отпустите меня в декрет, пожалуйста. Я не могу. Весна тебе здесь не поможет. После таких фотографий, ну правда, слезы льются. Ну, посмотрите, какая красота. Вы сейчас тоже все на эмоциях. А каково было нам, когда мы все это отбирали? То есть это, на мой взгляд, была, наверное, самая сложная рубрика. Сколько у нас фотографий было? Всего к нам пришло 686 фоторабот. Мы посмотрели 10. Мы посмотрели 10. А мы посмотрели с... Рыдали. Как Татьяне посмотреть с Хатикой вместе? Меша. Из одного глаза с другого. Замес такой, да. Ну, валидол нам тоже. Глопали валидол. Я предлагаю, да. Давайте в конверты отправим наших финалистов. В конверты я еще раз перечислю фамилии тех, кто является претендентами, финалистами. Рубрики «Наш малыш». Из всех приспособных фотографий жюри выбрала 10. Алена Васильева, Ирина Зверькова, Ольга Толкачева, Екатерина Быкова-Хаасма, Марина Солодовникова, Лариса Старовойтова, Любаша Овсянкина, Елена Сомова, Света Остюкевич и Татьяна Кудрявцева. Вкладываем фамилии в конверты. Затем эти конверты будут вложены в лототрон. И случайным абсолютно, как говорят сейчас, в рандомном порядке... Будет выбрано один из конвертов, а значит одно из... Сейчас так мальчиков Антонов дразнят во дворе. Я бы еще, знаете, что сказал, хотел бы попросить наших зрителей. Вкладите. Ну, так скажем, не обижаться, не обижаться, потому что это случай, не более того. Вот было сложно с десятками... Поле конкурс, это и есть случай. Ну, вот я просто, почему я затронул эту тему, потому что я, например, когда участвую в конкурсах, я обижаюсь, если я не выигрываю. А сколько сейчас бабушек и мам скажут, почему не я? А я очень рада всегда за тех, кто выигрывает, потому что это случайный порядок. А я никогда не участвую в конкурсах. И не выигрываю. И не выигрываю, конечно. Какая-то речка. А кто же выиграет прямо сейчас, мы узнаем. Так, мы вкладываем конверты. А Коля, сделай его так. Дрым-дрым-дрым-дрым-дрым-дрым. Сделай. А есть хомяк? Почему хомяка нет в студии? Почему Белку не пригласили? Белку и хомяк. Ну, что есть хомяк, доморощенный. Так, 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 вот они. Костя, а метон и мешалка? Я поюзду двух вещей. Да. Это когда у меня что-то не получается на кухне, и когда мне приходится... Такое было, Коля? Было. Признайте, честно. И когда ты, ну, должен какую-то судьбу решить чью-то. Коля не получилась на кухне, когда он не смог подоконник сделать. Так, ладно, давайте мы сейчас посмотрим, кто он. Итак, мы узнаем, кто же сейчас явится победителем в номинации «Наш малыш». В случайном порядке мы определяем номинанта. Ольга. Покачева есть, Ольга у нас. Ольга Покачева, мы вас поздравляем. Браво. Наши девочки. Рената, Каролина, Алевтина и Эльвира. Четыре сразу наших малыша. Четыре девчонки, мы их видели. Вот эти самые девчонки Ольга Покачева прислала. Получает у нас планшет. Коля, вот что касается четвертой номинации четвертого альбома «Наша свадьба». Что ты можешь о нем сказать? В принципе, креативно подошли молодожены. Я хочу сказать, что это по большому счету был конкурс, наверное, фотографов, которые сфотографировали молодоженов. Ну и вот триста двадцать четыре работы было. Все они, вот что было мне приятно, они были сюжетные, это понятно, потому что профессионалы занимались это. И ни один сюжет не повторился. То есть мне тоже было интересно смотреть. Триста разных. То есть сейчас любой начинающий фотограф заглядывает в группу «Ранехонька», открывает альбом «Наша свадьба». Мастер-класс просто открытый. Какие позы, какие бизансцены. Предлагаю сделать просмотр рубрики платной и заработать денег на расходку сайта. А давайте не будем тянуть и познакомимся сейчас. Сколько ты сказал? Триста двадцать четыре. Триста двадцать четыре фотографии было прислано в нашу группу ВКонтакте. Члены художественного совета определили десятку лучших. И мы сейчас с этой десяткой лучших с вами познакомимся. У нас рубрика «Наша свадьба» в рамках акции «Великолепная четверка». Давайте познакомимся. Внимание, это Галочкины. Вот их представление. Мы семья Галочкиных. Наша свадебная джинсовая вечеринка состоялась в мае 2015 года. На этом фото наши самые близкие люди. А это Ядновские Анастасия и Эдуард. Вместе в трудную минуту. И за покупками тоже вместе, окунаясь в море позитивных эмоций. В финал выходит и семья Прудилка. На фото друзья семьи исключительно счастливы за жениха Дмитрия. Ну а невесту зовут Юлия. В 15 лет будущие супруги прожили в соседних подъездах и даже не были знакомы. Хорошо, что все закончилось свадьбой. Разделить радость розовой свадьбы приглашают Радьковы. Гости на этой свадьбе подросшие дети. И это здорово. В знойном июне 2015 сыграли свадьбу Сергеевы. Мы Сергеевы написали они. Мы создали семью. Это был счастливый день с массой приятных хлопот, слез, радости и океаном поцелуев. Привет, красотка. Как дела? Ты не меня ли всю жизнь ждала? В борьбу за главный приз вступают Васильевы, Василий и Каролина. И признаются, что долго шли к этому шагу созданию семьи. Татьяна Старикова прислала на конкурс фотографии золотой свадьбы бабушки и дедушки. Этот чудесный праздник они отмечали в 2013 году. Очень здорово, что через столько лет в их сердцах и глазах живет любовь. Семейный свадебный альбом от Екатерины Озерный Лобах. К конкурсу подошла творчески. Нашла свадебные фотографии про бабушки и бабушки. И решила сделать калаш из шести свадебных фото своей семьи. Великие шансы у Исмогиловых, Паши и Вики. Они написали, день нашей свадьбы был днем счастья. Потому что в этот день все наши родственники и друзья радовались жизни и тому, что все мы есть друг у друга. А это ли не самое главное? Жизнь прекрасна и нужно не забывать получать удовольствие и кайфовать от каждого прожитого момента. И завершают номинацию Плятнер, Анетта и Геннадий. В момент, запечатленный на фото, они поняли, какой долгий путь предстоит пройти, растворяясь друг в друге, не теряя верного направления. Давайте зажигать любовь, призывают ребята. Она никогда не должна угасать в наших сердцах. Вы знаете, после просмотра фотографий, присланных в рубрику «Наша свадьба», я хочу переадресовать свою просьбу к директору. Ирина Борисовна, разрешите сначала свадьбу, а потом в декрет. Можно так все-таки? Настолько хочется... Ирина Борисовна, выбейте кого-нибудь из штата уже в мужья Глушкова. Ну, честная слава. Сучи, как мучить, посмотрите. Есть пару человек у нас. Настолько хочется пережить счастливое мгновение. И вот просто вспоминаю сейчас, кажется, времени прошло много, а как это было, и каждый переживает что-то свое, когда видел эти фотографии. Коля, что ты можешь сказать по поводу номинантов, по поводу тех, кто прислал фотографии в рубрику «Наша свадьба»? Ну, я хочу сказать, что именно в эту рубрику присылали оригинальные фотографии, потому что, например, в «Питомца» наш малыш умудрялись даже прислать работы из интернета. Чужие свадьбы не присылали. Чужие свадьбы... Только Игорь Николаев прислал. Чужие свадьбы. Давайте не будем томить все-таки претендентов, вкладываем фамилии в конверты. Да, пожалуйста. Ну, легко. Я кладу семью Васильевых, семью Сергеевых и семью Радьковых. А мне, кстати говоря, вот «Прудилка» понравилась. 15 лет жили, смотрели в соседних подъездах. Жили, не то жили, потом взяли и поженились. А потом узнали друг дружку, да, и поженились, и создали семью великолепную. А бабушка рядышком с дедушкой. Это, по-моему, Константина такие. Так. Константина, да. Семья Яндовских вот уходит в мой конвертик, так. А креативные и с Могиловой. У меня уже запечатаны. Уже в конвертик. Я вспомню о себе, блин, я последняя фотография очень красивая. Да, про всех. Татьяна Сверякова вот тоже здесь вот она. Я думаю, что это. Ну что, я готов. Да ты-то как всегда. Так. Возьмите в главпочтам. Давай. Отпусть меня... Дайте, пожалуйста. Давай. Подождите, пожалуйста, у меня еще не влезло. Константин. Я подхожу ответственно. Никак вытяпляс. О том, как мужчина кладет письма в конверт, можно многом судить. Еще раз перечисляем номинантов в рубрике «Наша свадьба». Друзья, пока Николай вкладывает в лототрон конверты с претендентами. Семья Галочкиных, семья Яндовских, семья Прудилка, семья Радьковых, семья Сергеевых, Васильевых, Татьяна Старикова, Екатерина Озерная-Лобах. С ее творческим, креативным подходом «Семья Исмогиловых» и «Семья Плятнер». Вот 10 фамилий, 10 имен в лототроне. Коля успешный ведущий. У него в декабре 10 свадеб сразу. И все в руках. Ну-ка, какая из... Ну что, скажите, когда... Как твоей душе будет угодно? Ну что, нет, вот это вот сейчас... Последний, четвертый планшет. Давай, Коля, не томи, не делай так. Я представляю... Спрашивайте, кто вверх ногами вкладывал? Константин явно. Ну, тогда давайте начнем. Я представляю, какое количество... Семья Сергеевых. Семья Сергеевых, мы вас поздравляем. В этом году свадьба была в июне этого года. Счастливый день с массой приятных хлопот, слез, радости, океаном, поцелуй. Подпишите, пожалуйста, что это... Семья Сергеевых, номинация. Я представляю... Я представляю, сколько... Август, сентябрь, остябрь, ноябрь, декабрь. Полгода. Полгода свадьба. Я представляю, сколько сейчас миллионов, не побоюсь того, слово глаз было приковано к нашим экранам. Это домашнее животное, это и дети. Мыши даже из-под лавы вылезут. Смотрите, если с аквариумом, то это сколько глаз... А если тараканы, то... Ой, не говори, миллионы глаз были сейчас прикованы к нашим экранам. Все быстрее застёгивают обувь, всё, и побежала на работу, и так уже опаздываю. Нас наконец-то можно выдохнуть. Ну, это да, 41 день длился конкурс, то есть было... Не 40, 40... 40, молодцы, что добавили денег. 41, Миша. Вот, это было волнительно и для организаторов, и вот мы освещали, то есть Ранёхенко это была площадка этого конкурса, но всё у нас получилось. Основная цель, вот, Коль, да, подарки раздавать мы любим, мы можем, мы будем фигуровать. А всё-таки основная цель великолепной четвёрки, для чего мы её сделали? Основная цель какая была? Ну, основная цель, мы решили провести эксперимент, да, то есть вы знаете, телеканал Беларуси 4 Могилёв, он очень молодой телеканал, мы вот только-только 8 сентября выстрелили, и сразу же решили... Познакомиться поближе. Познакомиться с нашим зрителем поближе. И спасибо тебе, наш уважаемый зритель, тот, кто прислал, тот, кто смотрел, переживал, участвовал, ну, за своё внимание, понимаете, это очень нам ценно и дорого, поэтому основная цель великолепной четвёрки сказать, что мы все великолепны, без вас нам было бы безумно скучно. Сглушкова опять забавайте.